Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 15 июня и как всегда начинаем наш разбор с парой евро-доллар. Вообще вчера день был довольно-таки насыщенным волатильностью для всех инструментов, ну и на примере пары евро-доллара мы посмотрим, как тенденции поменялись с учетом уже текущего дня. Пара евро-доллар вчера смогла уйти ниже уровня поддержки, который мы отмечали ранее в области 1.1726, что в рамках часового и среднесрочного таймфрейма приводит нас в фазу нисходящего движения, ну и собственно из текущих уровней будем ожидать продолжение снижения в области 1.14 и 1.13 соответственно. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1850. По паре британский фунт и американский доллар ситуация примерно похожа. Вчера мы ушли ниже уровня минимальной значения 4 июня, который был зафиксирован по цене 1.3280, что также нас возвращает уже и в среднесрочной перспективе к нисходящей тенденции по данному активу. Ближайший разворотный уровень, а иными словами уровень, после которого мы можем ожидать возобновления роста, находится в области максимальной значения вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован по цене 1.3446. По паре американский доллар, канадский доллар, тот настрой движения восходящего по данной паре, который вначале ранее вчера получил подтверждение, мы ушли выше максимума, который был зафиксирован 13 июня. И, собственно, следующие цели роста в среднесрочной перспективе по данному активу находятся в области 1.33 и 1.34. Соответственно, ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.2949. По паре американский доллар, японская иена, также тенденция восходящая обновляется. После ухода выше максимума, который мы видим сегодня, уход выше максимума, который был зафиксирован вчера и 13 июня, уже ближайший разворотный уровень у нас смещается на минимальное значение вчерашней торговой сессии, который был зафиксирован на минимальное значение по цене 1.0991. И в случае удерживания сделок на покупку, то уже стоп-лосс имеет смысл переместить за данное минимальное значение. Ну а следующие цели роста находятся в области 1.11 и 1.12 соответственно. По паре австралийский доллар, американский доллар, также тенденция нисходящая, начало которой мы отмечаем уже начиная с 8 июня, продолжается. Следующие цели по снижению это движение в область 7.384, но ближайший разворотный уровень по данному активу и по последней формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы 13 июня по цене 76.07. Пара еврофунт вчера смогла также пробить минимальные значения, которые были зафиксированы 8 июня, что в рамках часового таймфрейма нас также приводит в фазу нисходящего движения. Ну и следующая преграда по данному активу находится в области 87.19. Это минимальное значение, которое было зафиксировано 5 июня. И в случае того, если пара сможет уйти ниже данного минимума, будем ожидать продолжения нисходящей тенденции с целью снижения до 84.83 соответственно. По золоту на текущем тенденция восходящая сохраняется. Вчера ушли выше максимальных значений, которые были зафиксированы практически последнюю торговую неделю или можно даже сказать весь июнь и дошли до уровня 1309. Это тот уровень сопротивления, который золото не может пройти с конца мая. Ну и к концу торговой сессии мы увидели небольшую коррекцию. Сегодня с открытием мы торгуемся уже ниже тех уровней, которые были зафиксированы вчера и торгуемся вблизи области минимальных значений. На текущий момент сохраняется тенденция восходящая. По данному активу цели роста это область 1315 долларов за тройскую цену и все-таки вероятность начала нисходящего тренда, точнее возобновления она сохраняется. Но об этом мы будем говорить только после пробития минимальные значения, которые были зафиксированы 13 июня по цене 1291. По нефти марки Brent на текущий момент коррекционная нисходящая тенденция преобладает. По нефти марки Brent не смогли мы уйти выше максимумов, которые были зафиксированы 12 июня и вместо этого обновляли локальные минимумы, в том числе 13 числа. На текущий момент до тех пор, пока мы будем торговаться ниже максимумов, который был зафиксирован вчера по цене 7680, то в рамках текущей формации тенденция нисходящая по нефти преобладает. Цели по снижению это область 7380. Ну а после ухода выше максимальных значений и выше области 12 июня, который был зафиксирован по цене 7699, то после этого можем ожидать начала восходящего тренда. По индексу DAX также вчера в момент объявления информации Европейским Центральным Банком по процентным ставкам индекс DAX обновил локальные максимумы и дошел до уровня 13 181. Тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это область 13 362. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12 800. Ну и биткоин. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется, хотя вчера мы видели торговлю вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы 13 июня, даже уходили выше данной области, но пока общей картины это не меняет. Тенденция нисходящая по биткоину пока сохраняется. Среднесрочный уровень важный находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы 12 июня по цене 6867. В том случае, если биткоин уходит выше данного уровня, то будем ожидать возобновление роста по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей.